Итак, добрый день, дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим интересные идеи на конец марта. Подходит к завершению первый месяц весны. Время быстренько летит у нас. Наконец-то в Киеве немножко потеплело. К сожалению, локдаун. Приходится работать опять из дома. Все закрыто, но рынок нас балует хотя бы хорошими движениями. И это уже хорошо. Так, приступим сразу к делу. Не будем долго отвлекаться. Золото. Смотрим, что у нас по золоту. Вчера был очень продуктивный день касательно золота. И информативный, даже я бы сказал так. Смотрим на дневку. Что у нас на дневке? Понижательная тенденция, это вы и без меня знаете. Но! Посмотрите, пожалуйста, на вот этот уровень, который был хвостатый. Кто по телам, кто по хвостам, неважно. Смотрите, какое было закругление. И вчера был, скорее всего, финальный вынос шортистов. Сейчас, одну секунду, я проверю. Ага, звук есть. Все. Вынос шортистов. Укололи в уровень. Видите, вы посмотрите на 5 минутки. Просто мы падаем, падаем. Все замечательно. Просто вынос. Новости. Это не новости. Это уже никого не волнует. Главное, что тут вынесли шортистов. Лишние руки вышли. Теперь у нас открывается граница вплоть до 1.704. Где-то в этот район. Можно взять по часовику. Это у нас 5 минутка. Да, я сейчас уберу, потому что много графиков мы пооткрывали. Вот. Поэтому, ребят, смотрите очень пристально сегодня за вот этим уровнем. Вот пробитие или 17.26, но надежнее, надежнее будет 17.22. Как поступил бы я на вашем месте? Если неделя у вас хорошая, прибыльная, есть чем рисковать, возьмите, зайдите от 26.27, да, зоны. При пробитии, естественно. Сейчас стоим выше, никаких пока шортов. Но если мы пробиваем, возьмите позу, да, или 50% от вашего объема, да, позиции. Там, если вы торгуете, там, 10 контрактов, возьмите 5. Если вы торгуете 200, возьмите 100. Вот. После пробития уже 17.22 будет более надежная точка входа. Будет более открыт у нас потенциал вплоть там до 705, да, как я говорил. Прошу прощения, 1705, да. Или 702, это если подневки. Вот. Поэтому обратите внимание на золото. Очень хорошо смотрится. Это моя рекомендация, да, рассмотреть его на шорт. Потому что если вы посмотрите даже на часовике, на часовике очень хорошо просматривался этот уровень. Сейчас я продублирую, и вы увидите. Каждый раз, мы только пытаемся пробить сразу нас обратно, обратно, обратно. И вчера был укол. Скорее всего, выход такой объем, да, вот вы видите, какой объем вышел колоссальный на этом шпиле. Скорее всего, это для этого и было сделано крупным игроком. Поэтому смотрите внимательно за пробоем золота. Поехали дальше. Серебро. Серебро не так смотрится, конечно, как золото. Но, тем не менее, все равно вслед за золотом оно будет терять свои позиции, да. То есть, все равно лонгистов будут прижимать, прижимать. В этой зоне вот 24,97 где-то, если взять по хвостику, 24,90. Просто поэтому смотрим все-таки за золотом. Я бы серебро пока не брал. Все-таки золото смотрится куда более интереснее. Нефть. Нефть сейчас в распиле, да, упали по суэцкий канал. Я думаю, вы все новости читали, да, застряло судно. Непонятно, что будет, когда его все-таки починят, да, когда развернут. Все начнет действовать, все хорошо будет. Пока непонятно, поэтому и нефть в определенности. День низ, день вверх, день низ, день вверх. Сейчас ничего пока интересного. И тяжело сказать, вы видите, просто стоим в каком-то боковике. Да, снижающаяся у нас тенденция, прошу прощения. Вот, но пока непонятно. Да, можно давать какие-то по звездам рекомендации. Все, пока мы не выйдем. Вот я бы взял все-таки вот этот хвост. Очень, очень как важный уровень. Потому что вот как бы мы не хотели, но мы его не можем пройти. Раз, постояли, постояли, вынесли обратно нас в этот канал. Опять вчера, постояли, постояли. И каждый раз повышенный объем. Каждый раз вот здесь, как будто добирают позу для похода. Я напомню, что у нас тренд все еще восходящий. То есть, да, коррекция, да. Ну вот мы не сделали перелоу вот этого отката, да. Вроде бы все по теханализу вниз. Но не забывайте, ребят, такой тренд тяжело сломить. То есть, в любом случае, может еще быть поход на 70. Еще раз мы протестируем эту цифру. Потом уже спустимся. Никто не знает, да. Нужно смотреть уже по ситуации. Поэтому по нефти пока делаем канал 61.50. Делаем. Отмечаем. Отмечаем канал 61.51. И где-то район, вот взять 65.64.94. Пока стоим в этом канале. Естественно, любое закрепление на следующей неделе 61.50 будет свидетельствовать о том, что у нас преобладает все-таки продавец. И открывается хороший потенциал на снижение. Потому что здесь тогда уже будет более четкий сигнал. И на дневке. Сейчас я вам покажу. Вот этот откат, да. Если мы закрепляемся ниже, тогда уже пойдем на снижение. Вплоть до там уровня 60 долларов за баррель. Поэтому присмотритесь к нефти. Но пока она стоит в этом канале. В принципе, вы можете лучше свое внимание перенаправить на другие инструменты, которые более интересны. А именно. Очень сейчас интересное в плане открытия шортовых позиций. Это кто торгует российский рынок. И у кого на Форексе, я думаю, у вас тоже эта пара есть. Евро-рубль. Евро-рубль очень хорошо смотрелся сегодня с утра. К сожалению, к обзору я не успел. Чтобы прямо на обзоре вам показать, что было пробито. Но постфактум мы посмотрим. Есть у нас, опять же таки, какой-то канал. Выход из него. То есть, теперь нужно подождать или откаток хотя бы немножко, чтобы инструмент немножко откатился. Потому что сейчас кто торгует, какие-то локальные пробои, конечно, вы можете, если взять... Сейчас я расширю, чтобы вам было виднее. Если взять, например, открытие. Это основной сессии. Открытие вообще 6 утра по Москве сейчас нововведение. Но, как всегда, объемы приходят, как и все предполагали, в основную сессию после 10 утра. Кто торгует локальные пробои? Вот, пожалуйста, 90-165. Можно посмотреть после консолидации на 5 минутки, на 15, как вы, в зависимости от того, как вы торгуете, я бы присмотрелся к шортам. Очень хорошо смотрится. Евро-рубль точно так же смотрится хорошо и доллар-рубль, да. Смотрим, так же есть у нас вот такой хвостик. Сейчас стоим ниже него. В районе 76500 я бы рассматривал шорты, да. Вот этот хвостик совпадает с этим баром. Мы протестировали. Закрылись вроде бы выше. Все замечательно. Сейчас, одну секунду. Вот. Закрылись замечательно. Выше все этот хай-бара. 370. Закрытие было 400. На 30 пунктов выше закрыли. Все замечательно. Завтра лонги. Нет. Вот, пожалуйста, слили. Закрыли ниже. Все, естественно, никаких лонгов отменяется. И сегодня мы видим понижательную тенденцию. Можем откатиться вплоть до 75, там, 300-75 тысяч, потому что очень большое движение, да. 4000 пунктов. Это очень много для пары доллар-рубль. Поэтому сейчас будет откат. Скорее всего, по классике технического анализа, 50% откат. И тогда уже нужно будет смотреть, то есть в районе этих уровней, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас доллар-рубль я бы рассматривал на шортовую позицию. Евро-доллар. Евро-доллар очень порадовал лично меня, да, кто торговал его, я думаю, тоже удалось заработать. Смотрим. Дневной график, пробитие уровня, просто классика, ничего не выдумываю, ничего вам сверхъестественного не говорю. Вы все видите прекрасно, закрепление закрылось 69 ровно, да. Здесь был хвостик у нас 76, здесь 69. Все, на следующий день никаких лонгов, естественно, только открытие позиции. Что я и сделал. Открывался я по примерно цене здесь с самого утра. Единственное, что проблема была тогда части везения. Потому что вот именно тогда, я не знаю почему, я думаю, нужно посмотреть все-таки с открытия сессии. Обычно я прихожу на работу там к 9 утра, да, посмотреть по киевскому времени. Сейчас, думаю, приеду пораньше, посмотрю все-таки, как будет себя вести этот инструмент. И увидите, что характерно было, что именно вот постояли мы буквально тут чуть-чуть, да. И сразу же вот это открытие, уже сразу мы улетаем. То есть можно было не успеть, если вы бы заходили с основной сессии, да, как все торгуют. Поэтому здесь было коварно, нужно было брать немножко ранее, да. То есть вот эту промежуточную сессию, так сказать, при марке, да, как на Америке. Вот, поэтому здесь открывался уже с утра, не дожидаясь открытия основной сессии. И вот до сих пор нахожусь в позиции. Часть, я снял риски еще вчера, перестраховался, потому что пятница, я всегда повторяю, да, день откатов. Все, поэтому кто-то фиксирует позицию, кто-то просто, да, боится и закрывает, да, свои позиции, чтобы не переносить через выходные. Поэтому вчера я уже крылся частичку, закрыл по 1.18.00, да, я закрыл. И часть еще вот хотел смотреть, чтобы мы ниже укололи вот этот уровень 1.17.85. Если мы сейчас еще раз к нему подойдем и опять не сможем пробить, да, вы видите, вчера было возле него откат. То есть вышел какой-то объем, здесь объем, здесь объем. Если мы опять не сможем, да, его пробить, я здесь буду скорее всего фиксировать полностью свою позицию, чтобы снимать с себя риски, забирать прибыль и спокойно спать на выходные. Сейчас, что делать по евро-доллару? Нужно подождать ребят отката, потому что все равно, как бы ни было, да, тренд уже многовато прошли. Если вы посмотрите, если взять вот так, очень много прошли. Но я бы взял, когда он начал только ликвидным быть, да, то есть была экспирация, я бы взял какую-то вот такую все-таки градацию, да, его. Поэтому все равно, даже если брать вот этот сугубо тренд, да, он много прошел уже. Уже нужно инструменту или залечь в боковик, да, как-то поднакопить. Потому что, ну, тут уже продали все, кто хотел. Поэтому, если кто в позиции, удерживайте, да, свое мнение. Я сказал, когда я буду продавать позицию, да, вернее, откупать позицию. Вот, и вы смотрите по своим торговым системам. Сейчас лучше подождать тестирование или обратно мы вернемся 76 и тут смотреть уже развязку. Если пробиваем выше, естественно, ланги отменяются. Или если мы все-таки удержим эту позицию, можно еще раз будет, я переоткрою свой шорт, да, а кто не открывал, тот заново откроет свою позицию. И у него будет хорошая возможность заработать свои деньги. С вами был Дмитрий Черепощук. Обзор конца марта интересных инструментов. Всем хороших выходных. Главное, не болейте. Всего вам доброго.